Еще в понедельник нам обещали сильные снегопады. Вчера в районе трех часов они начались с метелью, ветром. Сегодня в 9 часов утра дороги города видны, чисты, насколько это возможно. С 1 января содержанием автомобильных дорог на территории Ленинского района занимаются районные власти. МБУ Дорсервис, мощный циклон с обильным снегопадом, не стал для дорожных служб сюрпризом. Вся техника, а это порядка 20 единиц, в том числе грейдеры, посыпальные машины, тракторы, вышли на улицы города и поселения в полном объеме. Также на рабочих местах и все представители дорожных служб. Партуары основные к 8 утра были прочищены. Сейчас пойдем во дворы, будем расчищать. Скажем так, пусть так как основные жители у нас уедут на работу, расчистим дворовые территории, внутриквартальные проезды. Отрывать из сугроба машину с утра пришлось всем автолюбителям. Во дворах многоквартирных домов работают сотрудники жилищно-коммунальных служб. УК ЖКХ это более 90% всех многоэтажек города. В зону ответственности ЖКХ с января этого года входит только придомовая территория. Сегодня в снегопад техника вышла в 6 утра. Есть единичные случаи у нас более ответственные машинисты-токтористы, которые выходят в 4-5. Город разделен на 8 секторов. 8 единиц техники уже в 6 часов работали на данной территории. И в это же время вышли более 100 человек горников, которые очищают дворовые территории. К слову, в тариф по техническому обслуживанию жилищного фонда не входит вывоз снега. В такие обильные снегопады выпавшие осадки попросту складируют на имеющиеся газоны. Дворники с шестидневным графиком в самый снежный период года работают внеурочно и по воскресеньям 7 часов ежедневно. После прекращения снегопада, я заостряю на этом внимание, входы в подъезд тротуары должны быть очищены. И очевидно, что с утра в среду техника еще не добралась до дворов. Или вот здесь дорожка возле детского сада «Родничок». Здесь не то, что с коляской, с саночками-то пробраться можно вряд ли. Татьяна Кременецкая и Павел Игнатьев. Видное ТВ.